Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу Лех-Леха и сегодня постараемся рассмотреть войну. Написано в главе Лех-Леха и было во время Амрафеля царя Шинара. Наши мудрецы говорят, что это Немрут. Никто иной, как сам царь Немрут. Арьоха царя Айрасара, Дарла Амера царя Илама и Кидаля царя множества народов. Вели они войну с Берой царем с дома, с Биршей царем Анморы, Шинавом царем Адмы и Шемвером царем Цваима и царем Белы, она же царь. Наши мудрецы говорят, это не имя царя, что его звали Белла, это название местности. Написано дальше, что 13 лет служили они к Дарла Амеру, или 12 лет служили к Дарла Амеру. И разбили Рифаим в Аштырот Карнаиме, Зузим в Гаме и Мимшава Кирятаеме, и Хореев на Гореи, и Гдайм Парана, а также повернули Вен Мешпад, он же Кадеш. И разбили весь стан Амалека, а также Эмареев, живших в Хасацион-Тамаре. То есть они поразили великанов, они поразили величайшее царство. Настолько мощная Вавилонская армия была, что расправились с ними на раз. А как мы узнаем, что они убили людей? А написано в книге Дворим, что только Ох уцелел из всех Рифаим. То есть этих великанов Вавилонская армия просто уничтожила. Один Ох только сбежал, остался в живых. После этого написано, что они, все они соединились с Далене Сидим, ставшим морем целеным. И написано, что вступили они в войну к Дарламер, и цари, что с ним вступили в войну с пятью царями с Домской долины. Мы уже о них говорили. Вот четыре царя с пятью. Войла страшная война. Естественно, Дарламер и цари, что с ним, победили и жители с Дома Аморы, Адмы Цваим и Цаар. Цари с Дома Аморы бежали. И они упали в ямы, смоляные ямы. Фактически выжить там невозможно. Ну, Всевышний их пожалел. И написано, что пришел беглец к Авраму-еврею и сообщил, что Лот родственник его пленен. Зачем нужно было пленить Лота и не убивать? Зачем это нужно было Амрафелию, Немроду? Очень просто. Лот был копия Аврам. Они схожи были, как две капли воды, внешне. С одной семьей они. Аврам протестовал Немроду, вплоть до того, что он его в печку Аврама бросил. Всевышний его спасает. Он подарил ему еще и раба Элиезера в подарок, который стал после Циога царем Башана. И вот теперь есть возможность ввозить его, как пленника, в клетки этого Лота. И все говорят, что вот это Аврам. И теперь он говорит, что он уже теперь согласен, что Немрод настоящий Бог. Какая у него была цель? Что делает Аврам? Написано, что он взял своих воспитанников, домочадцев, 318 человек. И у него были три союзника, а на эрошколе Мамрея. Написано, что ночью он бросился на эти армии в рассыпную, бил и преследовал до халы. До ховы. Как он мог это делать? Как он мог их преследовать? 318 человек. Когда это настоящие армии, которые разбили великанов, которые победили в Домскую долину. Как это может быть? А наши мудрецы говорят, а он и не пытался. Он просто сел с ними учить Тору. А 318 соответствует числу имени Элиезер. 318. Он отправил одного Элиезера, то есть будущего Оха царя Башана. И он их всех передавил. Все эти четыре армии были разгромлены. То есть, когда его народ великанов уничтожали, он сделать ничего не мог, сам Елиезер был остался. Но в руках Авраама он получил благословение. И с этим благословением он их просто передавил. Потом написано, что вышли цари, царь с дома просит его, чтобы он забрал все имущество, которое забрали эти цари. Авраам их отвоевал, получается. Только верни нам души. Авраам говорит, что от нитки до ремешка от обуви. Я у тебя не возьму, чтобы ты не сказал, что ты обогатил Авраама. Потому что праведнику нечестивца не должен ничего брать. Наши мудрецы пишут, что в будущем будут люди работать только на людей, которые живут по законам Всевышнего. И не захотят работать никогда у человека, который живет не соблюдая это. Авраам уже был таким человеком. А люди, которые ходили со мной на войну, мои союзники, они в школе Мамре, это их дело. Если они захотят, пусть берут свою долю. Такая ситуация невероятная. Он отказывается. Тогда написано, что Малки Цедек, царь Шелема, он был священник Бога Живого, то есть Коин. Он благословляет Авраама, благословляет Авраам. После этого благословляет Всевышнего, благословляет Бог, который все это дал. Но так как он был священник, Коин, первосвященник, Шелема-то Ярушалаем, первым на земле, он не мог допустить такие слова, что сначала благословляет человека, какой бы он великий не был, а потом Всевышнего. Всевышний забрал у него Коинство и отдал это Коинство Аврааму. Теперь Авраам и его потомки могут быть Коинами. И Всевышний говорит, за то, что так сделал, то награда твоя очень велика. Обещает Браху, невероятный Всевышний, Авраам говорит, я хожу бездетный, ведь ты мне дал потомка, и вот мой домоправитель, это Елизер из Дамаска, он мне наследует. Всевышний говорит, не будет тебе наследовать это, но лишь прямой потомок твой будет наследовать тебе. И обещает нам, что будет потомство твое светить, как звезды, и как будете в численностью песчинки на морском берегу, которые нельзя сосчитать от множества. Естественно, конечное число у песчинок есть, но его кроме Всевышнего никто знать не может. Это не человеческого ума понять, сколько это будет. Такое невероятное благословение Авраам получает. Что было дальше, будем читать дальше, завтра уже. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души. Ана, Геннадий бен Клара, Леон бен Клара, Рафаэль бен Клара, Ольга бад Светлана, Йосиф Давид бен Сара, Таня бад Фрида, Ида бад Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия бад Белла, Яков Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейга бад Берта бад Фейга, Марк бен Нина, Ира бад Вера, Хана Цепора бад Сара. За Мазл Парнаца Сгула, Ирина Батури, Орона Рябин Ури. За Гороший Дух, Орона Рябин Двора, Денис Бен Ахум, Амиган Бацара. За Парнаца Эберют, Владимир бен Рая, Марина Батрая, Борис бен Марина. Всего хорошего, Олегу Марченко. Всем Браха, Парнаца, Кавана, Мазл Тол, что мы это время не грешили. Читали Тору. Всем всего самого наилучшего, пусть закончится скоро эта страшная война. И до следующих встреч. Надеюсь, настоится завтра в 15.30. Шалом. Субтитры сделал DimaTorzok